С 1 июля по всей России выросли тарифы на коммунальные услуги. В среднем на 4%, в Северодвинске на 7%. На этой неделе антимонопольная служба зафиксировала и повышение цен на бензин до 2% за литр топлива. А что раньше делали с теми, кто необоснованно завышал цены на товары? Когда вообще появились ценники в магазинах и могла ли власть фиксировать цены? Об этом Дмитрий Юрков в своей очередной архангельской истории. Когда появились первые ценники в магазинах, точно неизвестно. Но произошло это примерно в середине 19 века. А до этого периода продавцы по всей стране устанавливали любые цены, а покупатели могли торговаться. И именно в этот период происходило то, что в современной России называется фантастикой. Появилась четкая фиксация цен на товары со стороны государственной власти. А сегодня любой эксперт скажет, что рыночная экономика и стабильная стоимость на товары – вещи несовместимые. Фиксировать цены, да еще как возможно. Доказательство истории Архангельска. В начале 19 века губернатор составил список продовольственных товаров с указанием цен. Конечно, в нем было только самое необходимое. И этот список напечатали в газете «Архангельские губернские ведомости». Поскольку у жителей области доходы в основном были небольшие, то и цены сдерживали на низком уровне. Если же продавец вздумал своевольничать, его тут же наказывали. При этом власти губернии поощряли тех, кто докладывал о нарушениях или попросту стучал. Так называемым доносчикам выплачивали половину штрафа, который предназначался недобросовестным торговцам. Поэтому и нарушений было немного. Доносчиками становились и сами чиновники, и горожане, и полицейские. Известен случай с пекарем, который самовольно повысил стоимость на хлеб. Его признали виновным в продаже булок свыше таксы и взыскали штраф в размере 15 рублей. Обратив из них одну половину для перечисления городским доходом, а другую в пользу тех самых доносчиков. Так же поступали и с теми, кто обвешивал покупателей. Составлялись протоколы и назначали штрафы. Проверки проходили в колбасных цехах, в лавках с крупой, рыбном рынке. Проверяющие находили, к чему придраться. А у населения оставалась высокая покупательная способность. Ведь не будь сдерживания цен, даже хлеб оказался бы не таким доступным. К сожалению, действие таких полезных губернаторских указов и распоряжений продлилось недолго. Всего несколько десятилетий. И завершилось к концу 19 века.